21 мая житель города Бангор, штат Мэн, Эндрю Дэй отправился навестить своих родителей. Сидя у них дома, он посмотрел в окно и увидел на улице какое-то странное движение в траве. Это что-то было похоже на меховой мяч, и мужчина сначала подумал, что это кот напал на белку. Беспокоясь о том, что животное может быть в опасности, он выбежал на улицу и подошел к меховому шару. К его удивлению, это оказались четыре молодые белки, у которых хвосты были запутаны и соединены друг с другом. А рядом действительно сидела соседская кошка, и бельчата были в большой опасности, к тому же из-за своих хвостов они были очень легкой добычей. Эндрю достал телефон и заснял бельчат на видео, а потом он и его отец стали пытаться звонить в местную службу по контролю за животными. Но было воскресенье и офис был закрыт, им никто не отвечал. Эндрю тогда позвонил в полицию, и там ему посоветовали обратиться к смотрителю, который отвечает за этот участок. Бельчата тем временем пытались все вчетвером забраться на ближайшее дерево, и у них это не получалось. А наверху дерева, видимо, сидела их мать. Там была еще одна белка, и она издавала громкие звуки. По словам Эндрю, из-за присутствия рядом кошки она начала кричать еще громче, обеспокоенная за своих детенышей. Эндрю и его отец решили, что спасать бельчат придется им самим. Они отловили бельчат и поместили их в картонную коробку. По словам Эндрю, бельчата выглядели худыми и очень испуганными. Потом мужчина надел толстые перчатки и стал рассматривать их хвосты. Это было похоже на большой спутанный клок шерсти. Там были веточки и солома, и еще какой-то гнездовой мусор и даже кусочки пластика. Все это крепко замоталось вокруг шерсти хвостов. Я взял ножницы и начал аккуратно подрезать шерстинки на хвостах. Вся процедура длилась, наверное, часа полтора. Когда я закончил, они были в порядке. Потом бельчатам дали немного времени прийти в себя, закрыв их в коробке, а после выпустили у дерева, где сидела их мать. По словам Эндрю, все бельчата сразу же убежали вверх по стволу дерева. Кстати, это уже не первый подобный случай. В 2013 году в одну из клиник доставили шестерых истощенных белок, чьи хвосты также спутались. Опытным врачам удалось справиться с этой нелегкой задачей, и все шесть белочек также были спасены. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, постарайтесь!